Лоск и чистота. В Ленинском и Первомайском районах провели субботник. Приложены наши руки, наши сердца, наши души. С кого начинается чистый город? Попались на крючок. В Сычково погибла пара. Один из сожителей оступился и, упав в воду, стал тонуть. Что повлекло за собой трагическое событие? Осенний кермаш. В Бобруске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Место посадки на открытое солнце и участки без потопления. Когда идти за покупками? А также электральная компания, надежное качество и автомобильная слава. В этом году белорусский авторынок вырос почти на 500%. Какая марка пользуется популярностью? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Президент провел встречу с председателем Совета Республики. Александр Лукашенко пообщался с Натальей Качановой на актуальные темы. На повестке дня предстоящая избирательная кампания и насущные вопросы регионов. Глава государства напомнил, после выборов нужно сформировать Всебелорусское народное собрание и избрать делегатов. Первый вопрос, естественно, предстоящие парламентские выборы. У вас есть целый срез тех проблем, которые надо будет проконтролировать при подготовке и проведении выборов. Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас, являются партиями, те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах. Поэтому обсудим, но предварительно, какова ситуация, как на местах работают люди и губернаторы. Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах, я имею в виду вертикаль власти. Также предметом обсуждения стала обеспеченность жителей республики всем необходимым – продуктами питания, одеждой и обувью. Этиловый убийца. В Бобровском районе утонули два человека. Погибшие мужчина и женщина приходились друг другу с сожителями. Они нигде не работали и нередко употребляли вместе спиртное. 5 ноября пара ушла на рыбалку, перед этим выпила. Тела обнаружили на дне искусственного водоема деревни Сычково. Следователями рассматривается версия, что один из сожителей оступился и, упав в воду, стал тонуть. Второй, пытаясь спасти утопающего, тоже ушел под воду. Следственный комитет проводит проверку. Штраф за неуплату, скачок авторынка и увеличенный пассажиропоток. За большие выходные БелЖД перевезла свыше миллиона человек. Куда путешествовали жители? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси отмечается День качества. Республика делает все для его поддержания на государственном уровне. Сегодня в Синекой работают 46 технических комитетов по стандартизации. Они охватывают основные отрасли промышленности и сферу услуг. Не исключено, что 2024 будет объявлен годом качества. В Беларуси уплачено более 70% имущественных налогов. Наибольшее количество взносов обеспечены по земельному – почти 90. За недвижимость заплатили свыше 80. Если вовремя не внести деньги, плательщику будет начисляться пеня. Также перечень наказаний предполагает штраф, запрет на пользование банковской картой, интернетом и автомобилем. В этом году отечественный авторынок вырос почти на 500%. В прошлом месяце беларусы купили 2360 новых машин. В лидеры вырвалась марка «Джили», продано 1600 экземпляров. С начала 2023 вырисовывается устойчивая тенденция роста продаж. Такими темпами к концу года показатели рынка могут достичь 25 тысяч авто. За большие выходные БелЖД перевезла больше миллиона пассажиров. В праздничные дни, напомним, пустили 100 дополнительных рейсов. Максимальный пассажиропоток зафиксирован 3 и 7 ноября. В международном сообщении показатель дошел до отметки в 50 тысяч. Популярностью пользовались маршруты «Минск-Москва» и «Минск-Санкт-Петербург». В одной из провинций Китая запустят производство отечественного мороженого. К такому решению пришли во время шанхайской выставки. На ней представлена продукция 70 предприятий республики. Наша страна располагает сырьем, которое актуально для китайских потребителей. Также хорошим спросом пользуется продукт питания. Командная работа. На ТЭЦ-2 прошли тактика специального учения. Отработаны вопросы взаимодействия всех специализированных служб и готовность объекта к выполнению задач по тушению условного пожара. По легенде, возле газораспределительной станции произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. Обеспечена эвакуация рабочих из помещений, отключена электроэнергия на участке. По сценарию у нас проходила совместная противопожарная, противоаварийная тренировка с подразделениями аварийно-спасательных служб на объекте газораспределительной системы Бобруйской ТЭЦ-2. Как всегда, аварийно-спасательные службы сработали на отлично. Данное учение необходимо для того, чтобы оперативные службы как города, так и оперативные службы объекта понимали, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, отрабатывались вопросы взаимодействия, ну и учились практически работать со специализированным оборудованием инструмента. Работники аварийно-газовой службы перекрыли подачу газа. Спасатели не допустили распространения пламени и ликвидировали горение. Однако после было установлено, в техническом колодце находятся пострадавшие. Огнеборцы с помощью аварийно-спасательного инструмента излетли его и передали медикам. Всего было задействовано 5 аварийно-спасательных авто и порядка 20 сотрудников МЧС. К слову, на прошлой неделе подобные учения проводились в Беларусьбанке. Время наводить порядок. Прошлые выходные не порадовали хорошей погодой. Несмотря на это, представители трудовых коллективов и учащиеся учреждений с удовольствием вышли на район на субботник. Благодаря стараниям десятков людей, город преобразился на глазах. К уборке присоединилась Юлия Вернер. Уборки города дает старт Ленинский район. С 9 утра трудовые коллективы и учреждения образования наводят лоск в сквере Челюскинца возле драмтеатра. Несмотря на непогоду, энтузиазм и хорошее настроение не покидают ни на минуту. Слаженная работа учащихся и трудящихся помогает территории быстро приобрести опрятный вид. Субботник направлен на благоустройство нашего прекрасного и любимого города Бобруйска. Основная цель его проведения – это уборка листвы. Не отстаёт от коллег и Бобруйский завод биотехнологий. 27 сотрудников убирают улицы Лынькова, Гагарина и Минскую. Для вывоза листвы предприятие привлекает специализированную технику. На участке от 50 лет в ЛКСМ Дарджоникидзе трудятся 40 представителей ТАИМа. Хотим, чтобы город был наш красивым, убранным, чистым. Это создаст потом уже ещё более лучшее настроение, чем оно сегодня. Ветер и дождь не в силе нарушить планы. На участке от Крылова до Гоголя прямо на глазах вырастают деревья. Администрация Первомайского района, депутаты палаты представителей и горсовета, учащиеся колледжи и трудовые коллективы высаживают более 130 саженцев шаровидной ивы. С удовольствием вышли для проведения данного мероприятия, в рамках которого мы сделаем наш город ещё чуть-чуть краше. Высадим деревья и, конечно же, наведём порядок. Ну а нам всем приятно, что это приложены наши руки, наши сердца, наши души. Я надеюсь, что эти деревья примутся и будут радовать бобручан. Традиционные субботники проводятся не один десяток лет. Присоединиться может каждый. С помощью таких инициатив и неравнодушных горожан Бобруйск продолжает оставаться чистым и опрятным. В наших силах поддерживать её в таком состоянии. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360. Купляйте белорусское. В Бобруйске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Кермаш традиционно разместится на Горького вдоль 41-го дома. В ассортименте овощи, фрукты, мёд, саженцы и другие товары, выращенные как в агрохозяйствах, так и в частных подворьях. Режим работы с суббота-воскресенье с 9 до 15 часов. К слову, в 2022-м было продано 55 тонн даров природы на 215 тысяч рублей. На месте также можно получить консультацию от специалистов, например, как ухаживать за цветами. Если взять призотеву мультифлору, для неё очень важно место посадки на открытое солнце и участки без подтоплений, потому что зимой вода её просто-напросто погубит. Для бегонии очень важно не переливать, вода её тоже погубит. Для герани тоже самое. Цены приятно удивят. Килограмм картофеля обойдётся в 80 копеек. Морковь и свёкла по рублю. Хороший выбор продуктов для закаток. Красные сладкие перцы, лук, томаты, кабачки на любой вкус и кошелёк. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!